Польза и опасность интернета. Юных новгородцев пригласили обсудить эту тему. Постарались организаторы сделать все доступно, не в форме нудных лекций, а в виде целого фестиваля. Со школы блогеров, сказкотерапии и квестом. Юлия Бабич расскажет, что получилось. Несколько десятков школьников уселись на первые ряды перед сценой в предвкушении, что же их ждет. Очередная лекция по поводу, что хорошо, а что плохо. Или что-то новенькое. Большинство из них с интернетом на «ты» и в курсе, какие ссылки опасны и как вести свой личный блог. Я видела свой канал, но на данный момент у меня сейчас началась школа, я решила немножко подождать с этим. Больше снимаю свою жизнь, игры не люблю снимать. Чаще всего я хожу, допустим, в Питере много ходил, снимал. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы стать блогером? Конечно. Нет. И не хочешь? Нет. А как обезопасить себя в интернете, знаешь? Не вестись на уловки и не скачивать что-либо с интернета, если ты не знаешь, что это небезопасно. А вариант развития событий оказался второй. Чтобы понять все опасности всемирной паутины, организаторы фестиваля предложили ребятам потанцевать, разыграть сказку и заодно презентовали школу блогеров, где будут рассказывать, как сделать популярным свой интернет-канал. Конечно, это скучно, когда как по книжке, да, это дело, это не дело. Это дети уже все слышали, все знают. А когда они сегодня это сами на себя попробуют и сами попробуют показать себя в ситуации, если вдруг он попал, а другой будет его вытаскивать. То есть, ну, это будет по-другому, это игровая форма. Помещение поделили на несколько зон. Любителям танцев отдали под импровизацию сцену. Остальные разбрелись по зрительному залу. А в этом уголке ребятам предстоит разыграть сказку о рыбаке и рыбке на новый лад. Вот, кстати, одна из главных героинь. Весь реквизит готов. Суть в том, что бабушка стала зависима от интернета. И ребятам предстоит найти неординарные и действенные способы, как вывести ее из этой зависимости. Актеры из новгородских школьников, конечно, первоклассные. Расколдовать зависимую от интернета старуху, которой ноутбук подарила за желание та самая золотая рыбка, пытались по-разному. И к восточному мудрецу ходили за волшебными благовониями. Даже в бубен били. Но спасли героиню не этим, а человеческим участием, причем общим. Организаторы уверены, так и в реальности. Желание участвовать в жизни человека и понимать его вполне может вывести из интернет-лабиринтов. Чему новгородских подростков и будут учить на подобных встречах? Планируется, что они будут проходить ежемесячно. Юлия Бабич, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин